Всем привет, друзья! С вами канал Альпачино И сегодня у нас будут две очень интересных посылочки Которые мне прислали китайцы Одна из них это вот такой вот ночник В виде, не знаю, не то ли Земли, не то ли Марса Марса, наверное Очень прикольный Луны Ну, допустим, Луны, не знаю Но он, короче, очень красивый и очень мне нравится А вторая посылка, она пригодится далеко не всем Но мне очень пригодится Это софтбокс Давайте посмотрим, как на меня сейчас он светит Меня видно очень хорошо А сейчас выключите нам, пожалуйста А вот так без софтбокса Ссылка на софтбокс и на этот необычный ночник Будет в описании И я хочу вам напомнить Не забывайте про кэшбэк Потому что я сам лично забываю Вот была распродажа, я товар равно купил А про кэшбэк забыл и проворонил Ну, немного денег Так что вы всегда помните Не делайте моих ошибок И возвращайте себе деньги с покупки Ссылка на кэшбэк и на товары, повторюсь Будет в описании Перейдите, ознакомьтесь, установите себе приложение И экономьте деньги Давайте ближе разберемся с посылками Погнали Пришел софтбокс в двух посылках Вот в таком виде Давайте соберем наш софтбокс Итак, у нас есть такой вот разветвитель На 4 цоколя Е27 С обратной стороны у нас два включателя И есть разъем под 3-х амперный предохранитель Далее у нас по ссылке была вот такая вот стойка-тренога Она в компактном виде, но она раскладывается Вот так И на эту стойку-треногу мы сейчас Оденем наш разветвитель Е27 На 4 патрона Вот такая у нас максимальная высота стойки Но я опущу ее немножко в баню Так, берем значит наш Е27 разветвитель На стойке есть вот такая вот Не знаю, выемка тут будет Вот мы вставляем патрон Занее закручиваем И он у нас фиксируется Далее Что у нас есть? Далее у нас есть отражатель Отражатель сделан очень интересно Мне нравится Отражающая поверхность Закреплена у нас на спицах Эти спицы мы всунем в наш цоколь И оно будет Оно примет свою нужную форму Правильная форма Давайте одевать Быстро, легко И без всяких геморроев И последним Последним деталью И последним деталью У вас будет вот так вот Рассеивающую ткань И последней деталью У нас будет вот такая вот Рассеивающаяся ткань Она у нас на липучках Также Со стороны отражателя у нас есть липучки И она прикрепляется туда Так Все очень легко Быстро И практично Так, но мы с вами забыли Вкрутить наши лампочки У меня есть две лампочки Одна на 13 ватт Другая на 16 Одна теплого Света И одна нейтрального Вроде А, холодного Не нейтрального Так, включила наш софтбокс В розетку Лампочки две вставил Включаем Одна лампочка Другая А теперь С рассеивателем Одна лампочка Другая Супер Как вы сами видите Конструкция софтбокса Очень простая Ее очень легко собрать Софтбокс пригодится Видеоблогерам Фотографам Видеосъемщикам Тем, кто занимается Видеосъемкой и фотографией Профессионально Ну, в принципе Можно поставить в гараж Я не знаю Какое-то Здание для освещения Потому что Можно в один источник Вкрутить четыре лампы И этот источник будет издавать Четыре раза Мощнее свет А сейчас Мы с вами сравним Мой старый софтбокс И новый софтбокс Давайте посмотрим Значит Мой старый софтбокс Сделан Из картона Конструкция его Очень ненадежная Я бы сказал Как вы видите Тут Пошло тонны Скотча Ну и вообще Он привязан к стулу Примотом вернее То есть без стула Он держаться никак не будет Ну и стульчика Жалко Мог бы в хозяйстве Пригодиться Так вместо софтбокса В новом софтбоксе Мы видим Железную Надежную конструкцию Легко собирающийся Разбирающийся корпус Надежную конструкцию Сзади Потому что Можно включить Вкрутить предохранитель И Мощность В два раза Мощнее Тут у меня Две лампы вставляются Тут у нас Четыре лампы вставляются Вся конструкция В данном софтбоксе Легкая Она портативная Ее можно быстро Сложить Разложить Она занимает мало места Да и вообще Очень удобная Но этот Софтбокс Я так не буду В общем Ребят Если у вас Нет денег на софтбоксе Хотя этот софтбокс Совсем недорого стоит Если вы Экономите Каждую копеечку Заморачивайтесь И делайте Сами софтбоксы Но Я вам скажу так Софтбокс Неудобный Занимает много места И Его тяжело Эксплуатировать Скажем так Так что рекомендую Купить нормальный Сфтбокс И не париться 3D ночник луна Это необыкновенный Светильник От молодого Японского Дизайнера Айсукета Чикава Является Реалистичной 3D моделью Луны Уникальная технология 3D печати Фотографии Представленные NASA Позволили создать 100% ощущение Того Что вы смотрите На настоящую Луну Устройство USB заряжаемое Заряжается До 3 часов Заряда хватает На 20 часов Свечения В зависимости От выбранной Интенсивности Света Два вида Свечения Первые прикосновения Включает холодный Яркий свет Второе Теплый Белый свет Длительное Прикосновение К кнопке Позволяет Регулировать Интенсивность Свечения У этой Луны Нет темной Стороны Она освещает Все пространство Вокруг себя 360 градусов Что очень удобно Особенно В детских Комнатах При использовании Лампы В качестве Ночника Подставка Позволяет Разместить Лампу На любой Поверхности Она выполнена Из дерева Луну Можно класть На кровать Носить в руках Или оставить На мебели Она совсем Не нагревается Благодаря Оригинальному Дизайну Украсит Ваш зал Детскую спальню И даже Рабочий стол Ну что друзья Спасибо вам за просмотр Если вам понравилась Вот эта лампа Ну и софтбокс Который мы видели ранее Ссылочки все будут в описании Не забывайте про кэшбэк Еще раз говорю Важная штука Спасибо за просмотр Данного ролика Спасибо что на меня подписаны Если у вас есть Какие то вопросы Добро пожаловать В комментарии Задавайте их Буду рад на них ответить Если буду знать ответы Конечно Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok